Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня в этом видео я расскажу о 7 новых ароматах, которые появились в моей коллекции. Но вы знаете, это не все, что в последнее время появлялось в моей коллекции. В последнее время я разгулялась, но купила много всего нового, поэтому я думаю, наверное, недельки через две выйдет еще одно точно такое же видео. Но сейчас, если вам интересно, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Первый аромат, о котором я хочу рассказать, это главное открытие моего лета, это Mugler Ice Star. В одном из видео о новинках, которые должны вот-вот появиться на полках магазинов, я вам рассказывала, что этот аромат скоро выйдет и рассказывала, что я его очень жду. Появился этот аромат в золотом яблоке и я профукала первые и самые классные скидки. Кто успел, тот купил этот аромат очень выгодно, по-моему, тысячи за три его отдавали. Три тысячи за 50 мл это прекрасная цена. Я в это время была в Сочи и потом я купила его не так выгодно, но все равно очень довольна своей покупкой. Это красивый летний позитивный и курортный аромат. На старте натуральнейший коктейль пиноколада и как раз таки в этом году, будучи в Сочи, на море, я на пляже покупала вкуснейший коктейль пиноколада и теперь мне кажется, что этот аромат меня всегда мысленно будет переносить туда, на набережную. И очень жаль, что этот аромат не появился у меня до отпуска, иначе он обязательно отправился бы со мной. В базе начинает проявляться незаявленный в пирамиде манго, и он потрясающий, он очень сочный и спелый. Я бы даже сказала, что переспелый, по нему будто бы стекает сок. Все это на базе из фирменных пачули дома Мюглер. Несмотря на свою позитивность, несмотря на это все, аромат не наивный. Мне кажется, что он вполне в духе бренда Мюглер. Очень красивый, яркий, позитивный аромат 50 мл счастья. Следующий аромат, который я вам покажу, который у меня появился, это Yves Saint Laurent Libre в туалетной воде. Также рассказывала вам, что собираюсь его приобрести, и я влюблена в эту версию. Мне кажется, что эта версия мне нравится даже больше, чем Parf Voda. И если про Parf Voda я говорю, что она абсолютно без гендерной привязки, то мне кажется, что эта версия получилась более женственной и более летящей. Здесь натуральнейшая лаванда, очень красивая, суховатая. Лаванда в сочетании с жасминовым чаем, с ванилью. Но ванили здесь меньше, чем в Parf Voda. Она не такая явная и даже, наверное, тоже суховатая. Плюс ко всему, далее присоединяются белые цветы и акварельные цитрусы. Очень красивая версия. Этим летом много и часто ношу. Опять же, довольна своей покупкой. Следующий аромат, который я хочу вам показать, это Joe Malone, груша и фрезия. Аромат, который ездил со мной в отпуск. И, боже мой, как же он прекрасен во влажном, жарком климате. Сейчас мы с ним вернулись домой, вернулись в центральную полосу России. И здесь он раскрывается не так красиво, а на юге он невероятно шлейфил. Он выдавал длиннющий красивый шлейф. Он был громким и он был ярким. Но в начале, когда я этот аромат только получила, у меня было ожидание, реальность. Потому что я ожидала здесь увидеть яркую, хрустящую, сочную грушу. Но, если груша здесь и есть, то она где-то там на фоне и она не такая прямолинейная. В первую очередь, для меня это аромат процветы. Также проявляется ревень. И ревень придает аромату легчайшую кислинку. Но он вполне в духе бренда Joe Malone. Он такой же благородный, такой же аристократичный и спокойный. Вообще, я очень люблю ароматы от бренда Joe Malone. Именно за их чопорность, в хорошем смысле этого слова. Это такая английская классика. Очень спокойные и достойные повседневные ароматы. Дальше я покажу вам два аромата от бренда Bush, которые появились в моей коллекции в полноразмерных флаконах. Первый аромат это Bush Love Narcotic. Это интерпретация на тему африканского бала. Но вы знаете, сколько и сходства в этих ароматах, столько же в них и существенного различия. Эта версия, наверное, более сочная. Здесь более яркий цитрусовый акцент и также более сочные спелые фрукты. А в целом это цитрусы. Причем я чувствую здесь совершенно разные цитрусы. Это и лайм с его горчинкой, и также мандарины, и лимон. Сочные фрукты и белые цветы. Очень позитивный, легкий, жизнерадостный и повседневный аромат. И Bush Lure это уже самобытная композиция. Она ни на что не похожа. Это тоже очень приятная цветочная композиция. Я здесь чувствую весенние цветы. Также проявляется гелиотроп. Гелиотроп придает аромату легкую горчинку и шероховатость. И все это на базе из мускуса. И отдельно хочется отметить, что мне очень нравится то, что мускус в этом аромате не слишком плотный и не слишком свербящий. Следующий аромат, который я вам покажу, который появился в моей коллекции. Вы знаете, я долго думала покупать его или не покупать, но все-таки решилась на покупку. Это Escada Candy Love. Вот это позитивнейшее розовое сердечко. Купила я этот аромат в остатке во флаконе 40 мл на сайте духи.рф. Кстати, забываю вам говорить, где и что куплено. Давайте быстренько пробежимся. Как я уже сказала, Mugler куплен в золотом яблоке. Далее Libre покупала в Asifor. Джо Малон был куплен на сайте духи.рф в остатке во флаконе 40 мл. Ароматы от бренда Bush в золотом яблоке и Escada на сайте духи.рф в остатке во флаконе 40 мл. У меня есть один аромат от бренда Escada. Это Escada Sorbeto Rosso. И я решила, пусть будет еще один. Это очень девчачий, позитивный аромат. Аромат хорошего настроения. В пирамиде заявлено за сахаренное яблоко. Но мне кажется, что если оно и есть, то абсолютно не прямолинейное. Лишь придает аромату легкую кислинку. В первую очередь для меня это аромат про клубнику. Про клубничный сок, клубничный компот или лимонад. Милый, вкусный, по-хорошему взбалмошенный аромат. Название парфюмерного шедевра определенно не тянет. Но когда хочется вот такого легкого, беззаботного настроения, я буду с огромным удовольствием его носить. И последний аромат, который я покажу в этом обзоре, это полная противоположность эскаде. Монсера Вайлд Питон. Дикий Питон. И здесь стопроцентное попадание в название. Только я бы сказала не Дикий Питон, а Дикая Тубероза. Многие сравнивают этот аромат с хорошей-плохой девочкой Киллиан. И действительно, сходство невозможно отрицать. Но также есть и огромные различия. Такое чувство, что ДНК девочки Киллиан, его поместили в шкатулку, а вокруг шкатулки обрамление из туберозы. Яркой, невероятно злой, хищной, горькой туберозы. Она здесь проявляется просто во всей красе. Периодически откуда-то там доносится от голоса к того самого персика Киллиана. Но в первую очередь это аромат про туберозу. Дикая, хищная, невероятно громкая и всеобъемлющая тубероза. Думаю, что этот аромат я буду носить в осенний-зимний период. И думаю, что холода ему пойдут. Если вы любите яркую туберозу, то очень рекомендую обратить свое внимание. Покупала я этот аромат в остатке во флаконе 40 мл на сайте Духи РФ. И на этом все. Показала вам свои пар в покупке 7 новых ароматов, которые появились в моей коллекции. Как уже сказала, в ближайшее время сниму для вас еще одно такое видео, в котором покажу не менее интересные ароматы. Если вы знакомы с какими-то из этих ароматов, у вас есть свое мнение, то пишите его в комментариях. И также рассказывайте, что новенького появилось в вашей парфюмерной коллекции за последнее время. Как всегда, я приглашаю вас в свой инстаграм, в котором я пишу посты о парфюмерии. Если вам близка и интересна эта тема, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok